Добрый день, Надежда Алексеевна. В самом начале интервью немного истории. С какой проблемой более 10 лет не могли своими силами справиться сотрудники коллектив районной больницы в Добруша? В течение 10 лет мы не могли отремонтировать наше гинекологическое отделение. И у нас было еще одно центральное стерилизационное отделение, но оно находилось в таком приспособленном здании. Возможно, похожие проблемы касаются немалого количества районных больниц. Но вы, конечно же, хотели лучшего и старались озвучивать эту проблему на всех возможных уровнях. Так, я хотел бы вспомнить, в январе 2020 года губернатор посещает Добрушский район. Вы озвучиваете проблему. Да, действительно, в январе приезжал председатель областного исполнительного комитета Геннадий Михайлович Соловей на встречу с нашим коллективом. И на этой встрече был озвучен вопрос такого долгостроя и то, что необходимо для Добрушского района, для женщин Добрушского района. И вы знаете, как-то он прочувствовал, наверное, вот эту проблему, которая у нас есть и сразу сказал, что он поможет. То есть не сразу все, что мы хотели, но, по крайней мере, какую-то часть из этого действительно он сказал, что нам поможет. Хотя, буквально, наверное, через две недели началась уже проблема с ковидом. И, конечно же, мы считали, что нужно тратить деньги. Просто невозможно сейчас взяться за это. Да, это просто невозможно, да. И деньги будут идти, надо приобретать средства индивидуальной защиты и вообще очень много других проблем. Но буквально через две недели нам уже поступили деньги. И вот одномоментно нам пришлось и делать и ремонт, и закупать оборудование для этих двух отделений. И буквально за четыре месяца мы все это сделали. Гиперсжатые сроки. Да. И мы, вы знаете, что в августе месяц было очень приятно, когда губернатор откликнулся и приехал на это такое замечательное мероприятие, которое состоялось. И было открытие гинекологического отделения и централизованного стерилизационного. То есть мы смогли сделать на эти деньги два отделения, оснащенные самым современным оборудованием, которое позволило улучшить условия пребывания для наших женщин. Ну и, конечно же, условия для работы нашим медицинским работникам. Можно сказать, что условия ничем не хуже, чем, к примеру, в областном центре? Вы знаете, что я хочу сказать, что я вас приглашаю, чтобы вы увидели, как, мне кажется, даже на порядок выше. Потому что все сделано очень современно. Настолько все мы предусмотрели, чтобы было комфортно работать, чтобы это было максимум комфорта для всех. И для женщин, и для наших работников. Хочу отметить, что у нас койки были гинекологические, они были в составе нашего хирургического отделения. И женщины получали определенную помощь. Но с открытием этого отделения, понимаете, мы перешли на новый уровень оказания кушерской гинекологической помощи. И поэтому, конечно же, женщины наши благодарны. Нам пришлось сразу увеличить даже количество койок, не столько, сколько мы планировали. Потому что, как бы, все, ну, я не знаю, сказали, что хотят там лечиться. Есть все самое необходимое оборудование. И аппарат ультразвуковой диагностики, и фитальный монитор, и наркозно-дыхательный аппарат. Ну, практически все, что... Хотят лечиться и, надеюсь, хотят работать. Вот пресловутый кадровый вопрос касается отрасли. Особенно актуально в небольших районах. Вот как работаете с закрепляемостью медицинских работников? В этом направлении мы всегда работаем очень активно. И за последнее время укомплектованность наша практически около 100% врачами, 100% средним медицинскими работниками. Конечно же, все меняется ежегодно. Но для того, чтобы закрепить наших работников... Ну, здесь имеет значение, во-первых, то, что мы находимся рядом с Гомелем. Это имеет значение. То, что у нас есть Гомельский университет. Очень много наших детей, которые проживают в районе, хотят быть медицинскими работниками. И хочу отметить, что более 50% они возвращаются домой. Не всегда они хотят у нас работать. Но все-таки основная часть остается. Хотя, наверное, все хотят какие-то областные центры, республика. Правильно, надо стремиться куда-то дальше и больше. Но то, что условия сегодня созданы, это гарантируется. Да, кроме условий, которые созданы у нас на рабочих местах для молодых специалистов. Своего жилья у нас нет, но районный исполнительный комитет нам постоянно в этом помогает. То есть выделяется и арендное жилье, выделяются квартиры в общежитиях. Если это на селе, это благоустроенные дома. То есть вопросы решаются, и молодые специалисты, ну, в принципе, с удовольствием у нас работают. И в завершении, конечно, тоже об актуальном. Сезонный эпидподъем и вторая волна коронавируса. Скажите, вот готовы ли к этим вызовам и медработники, и жители района? Конечно же, медицинские работники готовы, потому что, ну, наверное, мы уже будем так и жить с этим. Вот у нас есть месячный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, антисептики. То есть все медицинские работники обучены, и причем постоянно это обучение проходит повторно, и все более, ну, стараются узнать что-то новое. Все относятся с пониманием. То есть хочу вам сказать, что у нас не было таких людей, которые бы испугались и ушли из здравоохранения. Мы даже просили, например, пенсионеров, чтобы они, например, пошли в отпуск, когда только началось, когда было вот это непонятно и немножко страшно. А так все хотели работать, ну, а учитывая стимулирование труда, то хотят работать все с такими пациентами. Самосознательность населения растет? Конечно же. И растет она не только потому, что они боятся, потому что мы с ними работаем очень активно. Это и средства массовой информации, и это и встречи, ну, хотя, конечно, во время ковида этого не было, но, естественно, все-таки дозировано, учитывая, что у нас такая укомплектованность по району, и на здравпунктах наши люди работают. То есть, вы знаете, наверное, сейчас более эффективно это индивидуальная работа. То есть один на один разговаривать с людьми, рассказывать, насколько это актуально, что они должны делать, чтобы себя защитить. Ну, наверное, в комплексе все это имеет значение, и поэтому я считаю, что и мы, и население к этому готовы. Надежда Алексеевна, спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok